Наша встреча посвящена принципам здорового питания и питанию при заболевании желудочно-кишечного тракта. Здоровое питание – принцип долголетия. В простой истине – залог хорошего самочувствия и правильных привычек. Лекцию о правильном питании провели для активного долголетия. Так как мы сейчас говорим о профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта, то практически все заболевания желудочно-кишечного тракта так или иначе связаны с погрешностями в диете. Поэтому первое, что мы рекомендуем в данном случае – это соблюдение диетических интервенций определенных. Язва желудка, гастрит и другие болезни желудочно-кишечного тракта можно избежать, если умело пользоваться правилами пирамиды здорового питания. Продукты в ее основании должны употребляться в пищу как можно чаще. В основе ее лежат углеводы, но углеводы сложные. Из цельных сортов, если это, допустим, макаронные изделия, то это цельные сорта пшеницы. Лишать свой организм углеводов – принципиальная ошибка, считают медики. Они главные помощники в синтезе заменимых аминокислот, а также материал для роста клеток и питания мозга. Избегать нужно только вредных булок, шоколада, сладких газировок. Максимально убрать ультрапереработанную пищу, отдаваясь предпочтению тому, что приготовляете сами, а не покупаете в магазине. Приготовленные на пару мясо или рыба, тушеные овощи – идеальное сочетание. Злоупотребление специями будет лишним. Ирина Фартукова уже давно занимается корректировкой своего рациона. Вредные привычки старается сокращать. Лекция о пользе питания – еще один повод напомнить себе об этом. В сочетании продуктов, последовательность их приема, временные отрезки здесь уже каждый под себя подбирает. Но, тем не менее, наверное, да, что-то я теперь буду поменять в своем питании. 1500 калорий в день. Половина из них – это белки и жиры. Остальное – углеводы. Вот такой несложный баланс не повредит ни здоровью, ни фигуре. Однако это не единственный ключ к долголетию. Физическая активность будет лучшей приправой к любому блюду. Татьяна Верняков, Олег Мещерский, телекомпания «Денцова».